Оперативное совещание В правительстве Республики Башкортостан А вернее Трансляция этого оперативного совещания В минувший понедельник Отличалась каким-то совершенно жутким качеством Разорванностью пополам Самой трансляции И местами отсутствием звука Я честно говоря как активный пользователь Этого канала Очень мучился пока Отсмотрел оперативку Мы готовы оказать любую техническую И консультативную помощь Специалистам Центра управления Республикой По части того чтобы наладить нормальную трансляцию И не истязать вот этими Ужасными кваканьями и кряканьями Звука жителей Республики Которые хоть сколько-нибудь интересуются Политической жизнью в регионе В своем вступительном слове К оперативному совещанию Хабиров упомянул что ему посчастливилось Участвовать в онлайн госсовете 21 июня Где он пускай не лично Тактильно но хотя бы по О электрической связи Пообщался с великим Владимиром Путиным Ну что там пообщался Просто послушал Собственно госсовет Был на тему О ситуации в ЖКХ В Российской Федерации И Хабирова осенило Что Структура жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Нуждается в глубокой реновации И в связи с этим Хабиров теперь ожидает Финансовой помощи от федерального центра Ну честно говоря Наверное не стоило Для этого посещать госсовет Ядерной державы Чтобы понять В насколько печальном положении Находится ЖКХ региона Далее Хабиров туманно Рассказал нам о том Что правительство Российской Федерации Выделяет какие-то 16 миллиардов рублей На развитие различных проектов В республике Почему-то он так как-то Очень уж абстрактно Это дело очертил На развитие Нефтекамска Южных ворот Такой проект есть Строительство школы Где-то Где он не уточнил А также на покупку автобусов На покупку тех самых автобусов Которых категорически нет В Российской Федерации Даже при наличии денег В любой их форме Купить автобусы сейчас в России Невозможно Их просто нет Даже Москва не может Приобрести автобусы Так что это пожалуй Что из разряда Пустых прожектов На данный момент Завершая вступительное слово Хабиров и вовсе начал повторяться Опять стал рассказывать о том Что с 30 июня По 1 июля Пройдет форум Белоруссия-Россия В городе Гродно Куда он с удовольствием Отправляется А также Что в будущем году В 2023 Этот форум Россия-Беларусь Пройдет почему-то в Уфе И что Этому решению Очень потворствовало И помогала Валентина Ивановна Матвиенко Напомню, что Хабиров Об этом уже неоднократно упоминал Говорил и гордился этим достижением Но понятное дело Очередной праздник Форум Опять потанцуем Повозим дорогих гостей И покормим их чак-чаком О текущей санитарно-эпидемиологической обстановке В республике Доложил новый министр Айрат Рахматуллин Собственно, не рассказавший нам ничего нового 290 тысяч заболевших ковидом За два с лишним года В госпиталях на данный момент 130 человек Общее падение заболеваемости За месяц 29% Привито на данный момент 116% от подлежащих вакцинации 2 миллиона 883 тысячи человек А также 624 тысячи человек Ревакцинировались от ковид-19 Честно говоря, мы продолжаем не верить Во все эти байки Потому что, ну, если верить Новому министру То в Башкирии за эти два с лишним года Переболело менее 10% населения ковидом При том, что, как говорят Синоптики по ощущениям Переболело процентов, наверное, 70 Ну, в общем, тут, как говорится Вопрос уже глубоко религиозный Примерно так же Исключительно по ощущениям По ощущениям, видимо, определяет Социальную температуру в республике И Елена Прочаковская Количество обращений в ее адрес Через вот эти все каналы связи Как она выражается Неуклонно снижается И я думаю, что действительно Елене Анатольевне пора уже начинать Самостоятельно генерировать обращения К Елене Анатольевне Чтобы, ну, хоть как-то поддержать На плаву свою структуру А то того и, гляди, придется людей сокращать Обращения падают Надо писать самой к себе Ну, примерно так же, как она пишет Все вот эти восторженные отзывы О работе Радия Фаритовича И отзывы, и комментарии Все вот это генерируется Этой фабрикой троллей Иначе поддержать на плаву Репутацию нынешнего главы Конечно, никак не удастся На этой неделе рейтинг проблематики региона У Прочаковской не сильно отличается От рейтинга прошлых недель Напомню, что в прошлый раз Она просто дважды копировала Один и тот же список В этот раз переставила местами Парочку пунктов Итак, на первом месте все еще дороги На втором благоустройство Третье место социальное обслуживание Четвертое ЖКХ Пятая медицина Шестое общественный транспорт Седьмое образование Мусор и твердобытовые отходы На восьмом месте Строительство, архитектура И долевое строительство На девятом месте На десятом месте Неизменно непонятная какая-то безопасность Впрочем, Прочаковская прогрессирует Я бы сказал, даже эволюционирует Теперь она не просто Оглашает свои умозаключения Но и требует, чтобы их комментировали Профильные министры Первой жертвой этого нововведения Стал министр транспорта И дорожного строительства Господин Булышев Дороги же у нас на первом месте По проблематичности В республике Башкортостан Ну вот, соответственно Его и призвали к ответу Почему так плохо все Возопила Елена Анатольевна Булышев промямлил Что-то такое невнятное На тему, что районы Не дополучили деньги На ремонт дорог По причине, что он здесь Совсем ни при чем Как-то вот так Но уже к 10 июля Булышев обещает Все деньги довести до районов У меня вопрос Если до 10 июля Он только доведет Эти деньги до районов А там еще нужно Конкурсы провести Законтрактоваться Определиться И так далее И так далее И начать строить Ремонтировать А они когда К Новому году Будут ремонтировать дороги В районах Я уж не спрашиваю Про разметку Которую даже в Уфе У нас Очень сложно Где-нибудь обнаружить То в районах Ее, видимо В принципе, не будет Далее Прочековского призвала К ответу Нового министра здравоохранения Рахматулина И спросила Почему у нас Так высоко стоит Значит Проблематика медицины В обращениях граждан Но новый министр Рахматуллин Уверил Что все проблемы Медицины Жители республики Башкортостан Были заключены В незначительном Сбое Программного обеспечения Через которое Жители записывались На прием к врачу Теперь все проблемы Решены Программа Улучшена Углублена И развита До бесконечности Соответственно Теперь вообще никаких проблем С медициной нет Нет вообще проблем Ну и естественно Вишенка на торте Это нескошенная трава Которая остается Судя по всему Ну в представлении Елена Анатольевна Главной проблемой Для жителей республики Глобальной проблемой И она Сильнее всего Вот эта трава Будоражит Сознание Жителей республики Ну такую картинку По крайней мере Прочаковская Заикаясь Рисует Радио Хабирову И всем нам остальным Через Трансляцию Оперативного совещания Правительства Республики Башкортостана Далее по плану Вопрос ЖКХ Дороги ИЧС Первым выступал Алан Марзаев Который На мой взгляд Сделал правильные выводы Из проблем Прошлой оперативки Я имею ввиду Эти Арифметические Заскоки Которые случились На прошлой неделе Со всеми Практическими Докладчиками На оперативном совещании Марзаев Доложил нам Абсолютно Те же самые цифры Которые были На прошлой неделе То есть Хотя бы они не изменились У него теперь 100% Это 100% Уже два Аварийных отключения Всего случилось В Уфе за неделю По поводу ремонта Дворовых проездов Марзаев Доложил Что 100% В территории Дворов Обследовано Он выявил 4341 Дефект Асфальтового покрытия Из которых 4057 93% Уже устранены Оставшиеся 284 ямки Находятся Как он выразился В работе Но нам остается Только теперь Привести в порядок Доклады Министра Булушево Александр Владимирович Выступал В день Окончания Ямочного Ремонта Именно 27 Июня Завершался Однажды Уже перенесенный Срок Окончания Ямочного Ремонта Так вот Сегодня у нас 28 июня И сегодня у нас Ямочный ремонт Официально должен быть Везде завершен Везде Все ямы На всех дорогах Республики Башкортостан Официально Должны быть завершены Закончены Заделаны Заремонтированы Но начнем Со статистики За минувшую неделю Булушев констатировал 60 ДТП В которых пострадало 81 человек И погибло Семеро Количество погибших В этом году Составляет 144 человека Что только на 2 человека Меньше Чем в прошлом году Статистика Гибели В ДТП Стремительным образом Приближается К статистике Прошлого года И вероятнее всего Превысит ее Потому что сейчас Самый благоприятный период Самое длинное Световое Время В сутках Самые сухие дороги Менее всего Опасное покрытие На дорогах Но при этом Количество смертей Увеличивается И мы стремительно Превышаем Пожалуй что Статистику Предыдущего года Далее Господин Булушев Рассказал нам О ходе Ямочного ремонта Ну как не рассказать Если 27 числа Как раз он должен Быть закончен Гражданин Булушев Выявил 90 612 Дефектов На дорогах Регионального значения И уже устранил По его утверждениям 96,6% Этих дефектов 87 517 штук На дорогах Регионального значения У Булушева дела Чуть хуже Но тоже грандиозно 51 056 дефектов Из которых 46 115 дефектов Устранено То есть 90% Министр Транспорта И дорожного строительства Господин Булушев Утверждает Что на данный момент На 27 28 июня У него более чем На 90% В среднем Отремонтированы Все дороги Республики Башкортостан Ну честно говоря Более абсурдного Заявления Я и не ждал От него Потому что Наверное Более абсурдное Сделать нельзя Но вот настолько Наглый Я честно Тоже не ожидал Что это будет заявлено Я ожидал Что попросят Еще передвинуть Сроки ямочного ремонта Теперь они Изобрели Одну Вообще Восхитительную уловку Ну потому что Не просто нам всем А даже Козе Наверное понятно Что никаких 90% Готовности дорог нет Так вот Булушев рассказал нам Новую байку Новую версию Почему На дорогах есть ямы Которые у него считаются Оцифрованными И уже устраненными Знаете почему Это просто гениально Он говорит что Мы так медленно Оцифровываем ямы Что пока мы их Оцифровываем Появляются новые То есть по сути Булушев заявил Что вот этот процесс Которым он занимается Он не просто бесконечен А абсолютно Не имеет никакого смысла У меня тогда Тоже встречный вопрос И предложение Уважаемый гражданин Булушев Может быть вам Просто прекратить То чем вы занимаетесь Я имею ввиду оцифровку И тупо направить Все свои усилия Средства На ремонт дорог Или оцифровывать Вот эти ямы Несколько быстрее Потому что Период оцифровки У вас Длиннее Чем период Появления новых Дефектов В общем Конечно Более чего-то Абсурдного Я не услышал И еще я не услышал Про нанесение разметки Мы помним Все этот знаменитый Скандальный контракт Который был заключен Еще при Марзаеве Почему-то на два года С одной и той же Оренбургской фирмой Там по-моему Фигурировала цифра Что-то вроде 650 миллионов Вообще немало На два года Нанесение разметки Так вот В этом году Практически не приступили К нанесению разметки Где-то там На шахшинском направлении Сейчас говорят Чего-то начали Рисовать вот этой Пластиковой массой При этом есть Огромное количество Вопросов Геометрия И качество Нанесения этой разметки Как выяснилось Не очень все здорово С наличием техники Опять Которая наносит разметку Не очень все здорово С самими Химикатами Составами А они не дай бог Еще окажутся импортными В общем Есть ощущение того Что Вот этот Двухлетний контракт Он и тогда-то Исполнялся Через пень-колоду В первый год А во второй год Он вообще рискует Быть невыполненным У нас на дворе Уже начинается июль Буквально через пару дней Разметку На дорогах делать Даже не начали Как они будут Выходить из этой ситуации Как будут все это списывать Как они будут Отчитываться И оправдываться Я себе не представляю Но разметка У нас так и не пахнет Далее в оперативном совещании Случился тот самый Технический сбой Который разорвал На две части Трансляцию Самого Совещания По крайней мере В таком виде Оно теперь выложено На канале Ютуб правительства Видимо этот сбой И поглотил доклад Министра Сиевского хозяйства Фазарахманова Тогда собственно Не больной надо было Вряд ли что-то Фазарахманов Сейчас может рассказать Конструктивного Мы как говорится С содроганием Ожидаем урожая Посевная закончилась Так что остается Теперь поливать Все-таки попал в эфир Доклад министра образования Айбулата Хажина О ситуации в образовании Иега Министр Хажин Мастерски обошел Те обстоятельства И тот факт Что в этом году Уровень выпускников Школ в республике Башкортостан И их результаты В ЕГЭ Существенно хуже И ниже Чем в прошлом году Но безусловно Хажину Никак не хотелось Застрять на этом Внимание Потому что именно Этот факт Абсолютно объективно Характеризует Падающий уровень Менеджмента В башкирском образовании Хажин Он с упоением Заговорил о полилингвальных школах Айбулат Вакилович Героически освоит Несколько сотен Миллионов рублей Однако он Ни словом Не обмолвился О том Откуда он будет Брать Те самые Высоко Квалифицированные Кадры Которые Безусловно Необходимы Для этих самых Полилингвальных школ Откуда они Возьмутся Например В селе Мишкино Где теперь Воздвигается И реконструируется Эта новая Полилингвальная школа Кто из Высоко Квалифицированных А соответственно Высоко Оплачиваемых Преподавателей И учителей Рискнет Уехать Например Из Уфы В село Мишкино Чтобы работать В этой чудесной Полилингвальной школе Я этого не знаю Ну и Хажин Об этом не особенно Говорит В общем Доклад получился Очень мажорным И естественно Он понравился Дорогому Радио Фаритовичу Он заявил Что полилингвальные школы Должны Регулярно Посещаться Членами Правительства Республики Башкортостан И тогда Из детей Вырастет Многонациональная Элита Русская Татарская Башкирская И даже Марийская А вот Осетинская Элита Похоже Из этих детей Не вырастет Потому что Хабиров Глядя на Морзаева Который почему-то Хихикал Во время Доклада Хажина Хабиров Строго Ему сказал Что вот Алан Викторович Улыбается И по хитрым Глазам Вижу Но Вас мало Еще Осетин Здесь Поэтому Не до школы Нам проще Вас на родину Отправить Чем здесь Хорошо Шутки Конечно У Хабирова Неуклюжие Они всегда Такие были Не очень-то Прямо Скажем Изысканные В данном Случае Граничащие С какой-то Межнациональной Враждой Хотя И с улыбкой Были Произнесены Но Как говорится В каждой шутке Есть доля шутки Далее Последовал Доклад Министра Спорта И молодежной Политики По-моему Так называется Это ведомство Могу ошибаться Господина Хабибова Доклад этот Был об итогах Проведения Всероссийского Олимпийского Дня В Республике Башкортостан Собственно В ситуации Когда Российские Спортсмены Отлучены От каких-либо Вообще Международных Соревнований И по сути Лишены Нормального Развития И спорт Безусловно У нас Попадает В какую-то Очень-очень Сложную Ситуацию Ситуации Когда С российского Рынка Уходят Ведущие Производители Поставщики Спортивного Оборудования И инвентаря Именно В этой ситуации Властям Ничего не остается Как Начинать Заниматься Какой-то Имитацией Создавать Какие-то Сущности И подменять Понятия На мой взгляд Все вот эти Фестивали Праздники Прыжки В ширину Всевозможные Спартакиады Россия Белоруссия И международные Встречи Со спортсменами Из Эритреи Это есть Та самая Имитация Какого-либо Хоть какого-нибудь Спорта Который Собственно У нас Закончился В России Хабибов Процитировал Председателя Российского Олимпийского Комитета Который Характеризовал Этот Олимпийский День Странное Явление Олимпийский День Такими словами В этом году Главным Символом Олимпийского Дня Стало Единство Конец Цитаты О каком Единстве Говорил Председатель Российского Олимпийского Комитета Непонятно Также Хабибов Напомнил Что У Республики Башкортостан В сумме 45 Олимпийских Медалей За все Время Существования Республики Башкортостан Но теперь Россия Увы Отлучена От мирового Олимпийского Движения И это Действительно Так Хабибов Решил Сделать Упор На Внедрение Бокса В средних Школах Республики Башкортостан С 1 сентября Появляются Школы В которых Будет Массовое Усиленное Внедрение Этого вида Спорта Почему-то На этот Олимпийский День Хабибов Притащил Сюда В Башкирию Чуть ли не Весь Состав Федерации Российской Федерации Бокса В общем Странный Какой-то Акцент На бокс И Выслушав Этот Доклад Хабиров Посетовал Конечно Что Какое-то Время Международных Соревнований У нас Не будет Мне интересно Какое Время Не будет У нас Международных Соревнований И интересно Что должно Измениться В Российской Федерации Чтобы Право Участвовать В международных Соревнованиях У российских Спортсменов Появилось И чтобы От российских Спортсменов Перестали шарахаться Как от чумы Во всем мире Вот интересно Что должно Измениться И хотелось бы Чтобы Радиф Фаритович Нам рассказал Об этом Но Радий Фаритович нам не рассказал об этом, перспектив он нам не обрисовывал Однако Хабибову Хабиров заповедал не особенно увлекаться в школах боксом Потому что туда уже зашли другие виды спорта Я не очень понял, о чем говорил Хабиров Может быть, про Монсона забеспокоился, что не удастся ему конкурировать с боксом Не знаю, но в общем, как-то неоднозначно был воспринят доклад нашего министра спорта Нашим главой республики Башкортостан В заключительной части оперативного совещания Хабиров объявил о назначении Исполняющего обязанности мэра Сибая Который пришел на смену вот этому экстременту Авзалову Азамат Мурзегалеевич Юлдашбаев Был рекомендован Радьим Фаритовичем Кандидатуру поддержал городской совет Сибая, безусловно И Хабиров выразил надежду, что новый мэр Сибая окажется не хуже старого Ну, тут уж, как говорится, куда уж хуже Тут сможет, я думаю, конкуренцию выдержит А я надеюсь, что он будет лучше старого, на самом деле Потому что Авзалов был совсем уж дрянь мэр И, к сожалению, теперь он нас еще и неким ведомством заведует в правительстве Но я надеюсь, что ненадолго Дали слово и Константину Борисовичу Толкачеву Который безропотно молчал все совещание Попивал водичку и вращал глазами Толкачев сообщил, что на этой неделе Госсобрание Курултай Республики Башкортостан Уходит на летние каникулы, но успеет принять законы По поддержанию экономики Республики Башкортостан В условиях санкционного давления Также Толкачев грозно сообщил, что все депутаты Госсобрания Будут на связи и доступны для решения государственных задач Ну, вообще, звучало, конечно, очень помпезно Каникулы Госсобрания начинаются на этой неделе Завершил оперативку Хабиров заявлением о том, что в ближайшие Две недели он будет практически отсутствовать В Республике Башкортостан Потому что ему нужно будет ездить в Екатеринбург В Москву, в Беларусь К батьке Лукашенко на этот форум Россия-Беларусь В общем, две недели Хабирова практически в Башкире не будет В связи с чем у меня, конечно, есть интересный эксперимент Мы должны понять, насколько вообще необходим Хабиров Республики Насколько она может нормально функционировать без его участия Хотя, конечно, по телефону он, наверное, там будет руководить Но вообще это интересно Есть иногда такие величины, которые вроде как они есть и они должны быть А на самом деле можно без них и обходиться Мы даже не замечаем иногда некоторых вещей, без которых вполне себе могли бы обходиться Вот у нас есть хороший шанс за эти две недели понять Нужен нам вообще Хабиров в этой республике или не очень Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова